Уток пришлось нам загнать в сарай куром, включить лампу красную, потому что мороз сегодня минус 11 на три дня обещают такие морозы. Доброе-предоброе утро, дорогие мои друзья, подписчики, гости моего канала и просто хорошие люди. Меня зовут Валентина. Вы находитесь, мои дорогие, на моем маленьком каналчике. Утро сегодня очень морозное. На улице мороз ниже 11 градусов. Ветер сильный завывает. Вот сижу сейчас, приоткрыта форточка немножко, так ветер завывает хороший, аж свистит. Дорогие мои друзья, сегодня проснулась, побежала в сарайчик, посмотрела, как там мое хозяйство. Покормила рыбок в аквариуме, заглянула в инкубатор и пришла вот, мои дорогие друзья, попить чайку перед тем, как делать какие-то дела. Чайок пью с тортиком, называется Киевский. Мне это все очень близко, мои дорогие друзья. Это тортик, подарок моего мужа на 8 марта. Я заранее перед 8 марта сказала ему, что мне ничего дарить не надо. Никакие подарки я не принимаю. У меня нет пока 8 марта, у меня лично, пока не наступит тишина в Украине, так как я сама украинка. Так что, мои дорогие друзья, попью сейчас своим подарочным тортиком чай. Купил мне тортик и бананы вот сзади, там на заднем плане лежат. Говорит, хоть чайку попьем. Так что, ребята, сейчас попью чайку с тортиком и начну делать дела. Я не знаю, вот часто смотрю ролики Аллы, не помню, как там домик называется у нее. Как-то до ярочки, как-то до ярочки. У меня все время стоит на уме рецепт, который хочется сделать по ее рецепту. Жарить беляши, приготовить беляши, вернее сказать, для тех, кому нельзя жареного. Дорогие мои друзья, вот я сейчас, наверное, сделаю немножечко тесточка и попробую 8-10 штук сделать таких беляшей, кому нельзя жареного. Для тех, кому нельзя жареного. Если у меня получится что-то, если не получится, буду вам понемножку показывать. Итак, мои дорогие друзья, сейчас пьем чайок и беремся за работу. Смотрите дальше мое видео, в котором я буду пробовать эти пироги. Суп нужно какой-то еще сварить. Ну, дорогие мои друзья, приятного вам просмотра. Рада очень была с вами забежать, поздороваться. Ребята, 8 марта, на вечер, мы решили заложить инкубатор куриными. И 16 штук снесла утка утиными яйцами. Будет пробный вариант. Куриное яичко с утиным. Конечно, индоутиные яйца будут долго стоять в инкубаторе, на 10 дней больше, чем куриные, как минимум. Но жалко на улице морозы, а утка снесла яички, чтобы не пропадали. Мы их попробуем вместе заложить. Вот так моем, складаем. Сейчас они обсыхают. Я буду карандашиком на каждом яйце наносить крестик. Так как у нас переворот ручной, то я должна видеть, я их перевернула или не перевернула. Инкубатор дешевый, переворот ручной. Так, друзья, мое художество закончилось. Порисовала и крестики везде. Сейчас в тазик сложим, будем складывать яички и закладывать в инкубатор. Многие люди рисуют и крестики, на обратной стороне нолик. Но я не вижу смысла. Если крестика не видно, значит яйцо перевернуто. И так понятно. Ребята, яичко заложило все. Включила инкубатор. Набираю температуру. ПК 29,6-29,7. Сейчас наберет температуру. Инкубатор у меня, к сожалению, стоит на двух стульях. Потому что стульяк от инкубатора заняли рыбки. Температура поднимается. Но ничего, в зале тут никто не живет. У нас мы тут почти не бываем. Думаю, все будет хорошо. Ребята, переворачиваем яички. Вот таким путем я их кручу. Чтоб сегодня крестики были сверху. Вчера были вниз, сегодня сверху. Вот так. На коричневых, конечно, трудно заметить крестик. Особенно в вечернее время. А днем-то нормальным. Чтоб не присох. Эмбриончик. К скорлупе. Мы его поворачиваем. Я поворачиваю два раза в день. У кого инкубатор, те ставят. Как кто хочет. Кто-то через два часа. Кто-то через четыре. А кто-то через шесть. Но опыт показал. Мой опыт для меня лично. Что два раза в день достаточно. Ничего. Нигде не присыпает. Цыплятка выводится нормальная. Друзья, итак, до конца. Друзья, яичко мы перевернули. Набирает температуру. Потихоньку.